Я скажу, что это цифры смешные. 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей? Ну, мы думали, что вообще не выживали. Полтора года назад сгорели. То есть, производство всего под ноль. Миллион сто нам на производство. Если, короче, его пересосовать в банку и поставить на полку в перекресток, и написать варенье, бля, отвечаю, кушает. Что же это? Я не могу в это поверить! Какие классные! Верх кальянного искусства, мать ваша! Ух ты! Нет слов. Вау! Сейчас, Шимон! Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами Surgaev Channel, и это новое интервью на нашем канале, и у нас производитель компания Jam. Владимир, привет! Привет! Мы с Владимиром видимся второй раз, поэтому я смело здороваюсь на камерку перед вами, и спрашиваю, Владимир, у нас сорвалось первое интервью, что же случилось тогда, что произошло? Затопили соседи. Затопили соседи. Да, пришлось убежать. Это грустная история, мы с пониманием отнеслись, и для вас появился ролик, который вы видите в описании, как же забить кальян в 2021 году. Ссылочка в описании смотрим. А мы перейдем непосредственно к интервью. Вов, ну давай представься вообще, кто ты, как, что, где, кого, откуда, там, все дела. Меня зовут Владимир. Собственно, я являюсь соучредителем, производителем без табачной смеси Jam, ну и не только. Мы находимся в Самаре, производство у нас в Самаре тоже, то есть все делается здесь, но работаем в России и не только. Ну, вкратце. Круто. Слушай, раз ты вкратце уже так рассказал, то я хочу углубиться. Расскажи вообще историю, как вот появилась компания, как вы встретились, я так понимаю, вас несколько учредителей, да? Как вы познакомились, потому что людям это очень интересно, как вот делается бизнес, в принципе. Ну, в принципе, мы, у меня с учителя основной это Денис, да? Мы с ним познакомились еще в 13-м году. Это был тренинг по бизнесу. Тогда это была бизнес-молдис, да? Вы на бизнес-молдисе познакомились? Да, да, да. Во, нифига себе, вот этой новости неожиданно круто. Это приятно. И тогда мы занимались разными абсолютно вещами, то есть я занимался еще машинами тогда, Денис там свои там IT-технологии и так далее. Вот, и с тех пор, то есть мы что-то пробовали вместе, некоторое время расставались, расходились, потом вот заново сошлись уже в 17-м году, чтобы продолжать проект по вейпингу. То есть это была изначально тема, как бы больше его, да? То есть я туда был как приглашенный человек, но в итоге все это развилось, вот дошло до кальярной институты. Слушай, ну блин, это, понимаешь, круто, на самом деле странно, что вас как кейс не показывали. Знаешь, бизнес-молдис много хейтит, там, за всякую историю, но вот... Ну хейтит кто? Ну смотри, то есть в любом бизнесе есть такое правило Паретто, если знаешь 80 на 20, да? То есть 20% удается, 80% сливаются. Вот здесь так же, то есть 80% хейтит, ну потому что не получилось. А те 20%, у которых получилось, то есть они получают абсолютно полезную информацию. Я считаю, что любой тренинг это полезная информация. То есть всегда надо учиться, обучаться и что-то получать. Тогда следующий вопрос, естественно, что же вы еще производите? Мы сейчас здесь собрались по поводу нашумевшего джема, а что еще есть в вашем портфеле, что есть в вашем кейсе в общем в целом? Ну жидкости для электронных сигарет, в принципе, вся эта тематика, которая этого касается. То есть жижа, а табачные продукты какие-то есть? Табачный продукт был, мы его презентовали год назад, получается, на Кук Клаб Шоу, там называлась смесь у нас Дэвил Кук и Мона, две линейки было, то есть Дэвил Кук это были миксы и Мона были вкусы, просто обычные Мона вкусы. Продукт сначала зашел, потому что была красочная, хорошая упаковка, все и так далее. И так же быстро вылетел с полка. Все получилось, потому что мы на самом деле очень сильно торопились, то есть всегда в бизнесе получается делать ошибки, и в принципе ты учишься на них. Самое главное их понимать и принимать. То есть мы на самом деле просто полтора года назад сгорели, то есть производство все под ноль. Да ладно? Да, то есть был ангар, там 25 пожарных расчетов приехало тушить, перекрыли заводское шоссе. Сочувствую. Да, и поэтому у нас уже было все проплачено на Хук Клаб Шоу, поэтому мы решили разработку ускорить, а не отменять. И, соответственно, приехали с сырым продуктом. Вот как так получилось. Ну мы думали, что вообще не выживем, но получилось так, что выжили. А почему вы не говорили об этом никому? Ну это же типа, знаешь, это не то, что отмазка, это типа просто, ну такая весомая причина, знаешь, условно такая же причина, как отмена техсъемок, когда затопило, я все понимаю. И типа, почему вы об этом не говорили никому? Ну первая причина, это то, чтобы не нервировать наших партнеров. То есть мы в основном сказали партнерам, если будете смотреть, спасибо всем, кто поддержал. Это в основном поставщики, да, ингредиенты. То есть очень много просто закрепитовали нас. То есть нас это прям спасло. Вот. И поддержка в бизнесе в этом плане прям, это очень круто. То, что когда люди верят в тебя, когда ты делаешь продукт, долго работаешь, они тебе дают такую возможность выжить. Это очень круто. Вот. А клиентам сначала они говорили, то есть мы так сказали, что да, у нас там склад подгорел чуть-чуть. На самом деле там просто что, блядь, делать вообще? Пожар. Ты не понимаешь. Да, просто, ну все под ноль. То есть я приезжаю, это 5 утра, я помню, меня звонит Денизин, говорит, звонит, я смотрю, выключаю трубку, кладу, потому что во сне я вообще не понимаю, что происходит. Думаю, 5 утра, что он звонит? Думаю, сон, наверное, снится. С третьего раза я взял трубку, он говорит, поднимайся, мы горим. Я такой, чего? Я говорю, ты еще шутишь? Нет, я не шучу, поднимай жопу, приезжай. Я, да ладно, я приезжаю, а там как бы все очень плачевно. Да, вообще такая история, я не ожидал тебя услышать такую информацию, даже я живя в Самаре, ну не знал об этом. Слушайте, ну вы молодцы, еще больше в ком уважении, уже сразу в начале интервью у меня появляется. Круто, молодцы, что справились с этим и не опустили руки. Это круто, молодцы. Так получается, сколько тогда учредителей вообще в компании? Двое? Ну, у нас есть еще, так скажем, в одном из проектов инвестиционный человек, то есть, но было принято решение, что мы выкупаем просто уже долю и идем дальше. То есть, смотри, изначально было 3, и третий чувак, он как инвестор был, и вы сейчас выкупаете его долю? Изначально было большее количество, в том числе один из учредителей был по жидкости изначально от Алексея, которого ты интервьюировал. Ага, отлично, прикольно, круто, круто. А было ли, ну ты уже ответил, я хотел чуть-чуть конкретики, опыт в бизнесе до этого у тебя и у твоего партнера, чем он вообще занимается? Да, большой. Что еще? Ну, большой опыт, Ну, чем занимается? Ну, я не знаю, но компания 15, наверное. Ну, расскажи хоть о чем-то запоминающемся. Первое, с чего я начал, там, в 17 лет я поехал в Москву работать на стройку, просто руками, просто сказал родителям, перед фактом поставил, что после первого курса летом я еду туда, потому что у меня у друга там была, отец, так скажем, работал в строительной организации, и я поехал просто работать, понимать, что это такое, хотел своих денег, то есть, все это понять. Вот, после этого там были проекты, там, с братом у нас, там, «Газель» была, маршрутная, тогда это было популярно, 2003-2004 кубок, была шмонтажка, да что только не было вообще, говорю, то есть, перекуп он был долгое время. Автомобили перепродавал? да, 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 у меня больше, наверное, около 100 машин было. Блин, вообще круто, у тебя большой опыт, на самом деле. Да, потом и автомойка была. Слушай, я не знаю, спрашиваю, сколько лет еще раз тебе? 34. 34, у тебя столько было всяких движух, вообще круто. Ну, да, но я думаю, что все предприниматели, на самом деле, они все перепробовали, ну да. Ну конечно, потому что ты пока свое найдешь, это может пройти очень долгое время, то есть, кто-то быстро, но это единицы, на самом деле, большинство, я знаю, что это все очень долгие поиски. Слушай, у меня вопрос назрел, немного откатим, правда, от темы, но все же, а вот бизнес-тренинг выходили, вообще, вот сейчас, ты что-то порекомендуешь, или вы вообще обучаетесь где-то? Ну, сейчас уже настало время передавать опыт своей команде, скажем так, да, ну, я обязательно хочу, но это уже должно быть к очень таким крутым чувакам, чтобы больше менторства, наверное, какое-то, в том, в чем ты не разбираешься, просто я еще и наемным сотрудником работал в крупных компаниях, и там тоже карьеру строил, но потом ушел, понимаешь, что это не мое, просто набирайся опыт. А сколько сейчас в штате у вас сотрудников в компании? Ну, что-то 60 плюс, я там после 50 перестал считать, потому что уже это... Круто. Итак, следующий блок, к которому мы переходим, это цифры. Итак, сколько было инвестировано в компанию на старте? 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей? 200 тысяч рублей? 200 тысяч рублей? Ни фига себе. А что так мало? Ну, потому что... А, все? Ответ принят, потому что... Потому что это, ну, там это был не совсем старт, так скажем, да, то есть это была реанимация проекта, который не пошел, это в жидкости была такая вещь, вот, то есть я туда пришел, и вот у нас в месяц, когда я пришел, это было август, по-моему, 17-го года, по этому проекту была вот такая оборотка. А годовой оборот компании на данный момент сколько сейчас? Ну, вот эти цифры я уже не готов говорить. Не готов говорить. Ну, давай так, это больше 10 миллионов? Ну, конечно. 20. Ну, я скажу, что это цифры смешные. Понял, все, хорошо, принято. А сколько сейчас стоит ваше производство именно денег, именно джем? Производство именно продукта джем, сколько стоит самооборудование, если считать круг примерно? Мне сложно сейчас сказать, потому что это были, тем более, с нашими вот этими пожарами и так далее. Постоянные реинвестиции, очень много инвестировано не просто в производство, в технологии и так далее, а в сам продукт, в его сказки запасы и прочее. Ну, чтобы ты понимал, я тебе могу сказать, что когда мы делали табак, мы его выкинули в помойку около двух миллионов, это просто сырья. Слушай, а у вас сейчас новое помещение, правильно? Да. Вы его, вы купили оно в аренде, в собственности? Нет, в аренде, конечно. И сколько там арендов? Слушай, я не помню, честно говоря, я эту цифру не контролирую. Но она небольшая, мы на металлурге на заводе находимся. Мы занимаем почти весь, считаешь, это больше тысячи квадратных метров. Для понимания, аудитория у нас очень много смотрит из других городов, даже из стран. А металлург, это условно такая, ну я так понимаю, где-то около, ближе к промзоне, где-то там находится? Это завод металлург. завод металлург. Да, то есть там работало 30 тысяч человек, потом его выкупил Дерипаска, потом, соответственно, продал американцам. Сейчас это завод Арконик называется. И единственное здание, которое там осталось, коммерческое, принадлежит нам, по-моему, Дерипаске до сих пор. Вот мы находимся в нем, оно сдается в аренду. То есть там есть очень много плюсов, да, просто производить табак, да и вообще вот такие вот темы, как бы, это очень непростая с точки зрения законности вообще штука, да, то есть мы должны находиться, во-первых, в промзоне обязательно, во-вторых, там земля должна быть территория промышленного назначения и нахождение объектов жилья должно быть не менее 300 метров близости к этому помещению, поэтому выбор был сделан туда. Потом, соответственно, электрические мощности, мы жем очень много в электричество, потому что оборудование оно потребляет и помимо этого есть еще вода и прочие вещи, то есть которые участвуют в производстве постоянно. Поэтому сложно построить самому. То есть если люди говорят, что там построили сами или что-то еще там, мне иногда можно просто как-то улыбнуться, посмеяться, потому что я думаю, что это бессмысленно, тем более в России, потому что это капитальное вложение. То есть это бизнес на строительстве изначально, если ты строишь, это либо очень большие инвестиции, очень большие сверх, либо это просто неокупаемость. А тем более в наших реалиях делать любой проект от риски, потому что это любой проект, это как новый бизнес. То есть мы сделали это, довел кукну и похоронили, то есть это там в итоге 10 миллионов выброшенных, например. А если ты выбрасываешь 100 еще и на строительство, то есть ну зачем? Нет смысла так и сказать. Слушай, а сколько на данный момент было выпущено уже в объеме продукта джем? Мне сложно сказать. Я просто, я с подчиненными работаю в цифрах, которые понятны мне. То есть я разговариваю в объемах денег, в оборотке. То есть мне так понятно. С точки зрения рентабельности там и так далее. С точки зрения количества тонн там и так далее, я так не меряю, у меня просто так мозг не работает. А на сколько процентов вы сейчас рентабельны тогда на данный момент? Ты имеешь в виду маржу? Ну да, рентабельность. Вопрос тому самому супер популярному блогеру. Ну да. Да, ну средняя рентабельность бизнеса, она в принципе стремится к сумме 20, опять же, это плавил парад. Окей, окей, хорошо. А есть вообще какие-то планы глобальные у продукта джем именно? Меня им просто интересует джем в этом вопросе. Именно вот у него. Какие-то планы у нас выстроить, наверное? Что вы хотите? Куда податься? Ну у нас уже переговоры идут. Сейчас локдаун в Германии, правда. У нас там уже партнеры есть, кто хотят. То есть уже все попробовали, выбрали нас между других продуктов, которые отправлялись. Испания, Италия, Израиль тоже в процессе. Ну и так далее. Ну кроме того, что есть, соответственно, уже Беларусь, Казахстан, это само собой. Ну и вся Россия уже. Круто. Итак, блок о продукте. Ну главный вопрос, наверное, который волнует много вообще всех, наверное, в России, это из чего же все-таки вы делаете этот продукт? Ну смотри, как бы точную базу так сейчас с чеком, откуда мы это берем, я тебе, конечно, не скажу, но в принципе это разновидность Кракаде, все это понимают. То есть, ну это чай, но это как, это не чай, это уже лепестки, розы, по сути. Это есть розелла, да, вот это вот. И у них есть у семейства несколько подвидов. Вот один из подвидов мы используем у себя. Слушай, я просто читал, не помню где, я собирал информацию для интервью, что это сырье из Индии, правильно? Да. А если какие-то вот мне предоставят для видео, мы это выложим, какие-то пруфы, что это сырье именно индийское? Ну нет, конечно, и предоставляться не будут, я же сказал, то есть мы никакие инвойсы там показывать не будем. Ага, ага, хорошо, понял. Потому что это наш секрет. Ага, понял, это коммерческая тайна. Да. Почему везде написано джем табаку? Ну, потому что это же табачный продукт. И вы решили везде писать? Ну, джем табаку ты имеешь ввиду сайт? Сайт, группа ВКонтакте, везде джем табак написано. Ну, потому что это табачный продукт, то есть очень сложно. Что мы будем писать, джем чай? Или джем хкд? Ну, просто джем там, я не знаю. Просто везде. Ну, я знаю, следующий вопрос сразу, а планируется ли? Планируется ли? Да, планируется, и не то, что планируется. То есть мы разработкой занимаемся уже на протяжении года. Это будет не джем, он будет на выставке предоставлен. На Хоп Краб Шоу? Да, будет по крайней мере три секретных вкуса. Это будет именно табак? Это будет табачный продукт, да, но он будет в другой ценовой категории, то есть мы в Нищебровском сегменте поработали, поняли, что это даже не 5% остается. Ты все отдаешь государству, то есть мы поняли, что не имеет смысла в нем просто работать, потому что это просто переработка денег. С чем же связан такой спрос, хайп на продукты именно джем? Почему он у вас выстрелил? Потому что знаешь, условно, я там один из хейтеров вообще в принципе чайных продуктов, я не люблю, не курюсь, такое, но джем даже до меня дошло, джем попробуй, джем, 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 джем. Захожу к себе в магазин, вижу джем, и думаю, нифига себе, что за продукт, как так? С чем это связано? Это связано с тем, что есть большой опыт в этом, да, то есть первый был очень большой ответ от наших клиентов, то есть что мы сделали не так, то есть там начиная от этикетки, банки, удобности, там и так далее, и так далее, и так далее, то есть мы все эти минусы просто учли, сложили и сделали этот продукт. По поводу сырья, многие сравнивают, да, то есть там с известным бруском, на самом деле, как бы мы выпустились раньше, чем бруско, и начали заниматься раньше, чем бруском, ну, почти на год, вот этой вот вещью, просто у них удалось, скажем так, стартануть сразу хорошо, у нас вот с нашими косяками, блин, мы сделали, к сожалению, фигню, изначально. Ну и, конечно, вопрос, который ты меня опередил, говорят, что вы копия бруско, а так ли это вообще? Ну, кто говорит, что мы копия бруско, с точки зрения чего, первый вопрос, то есть если с точки зрения банки, это значит геометрический кретинизм у людей, кто так говорит, то есть я считаю, что мы, мы когда делали, мы понимали, что банка будет такая же, я тебе так просто скажу, есть один производитель в России, который делает банки. Да, банки у всех, не, банки, все, то есть ты никак от нее не уйдешь, мастхэв, там, чили, там, там, дофига всего, там, что только нету, фишка, там, это все одинаковая банка, и сделать дизайн отличительный, очень сложно, то есть мы, у нас было, ну, порядка, наверное, 10 вариантов дизайнов, и мы старались максимально далеко уйти от бруско, максимально, то есть я считаю, что мы ушли, потому что, ну, как, это же другое. Но давай тогда попробуем назвать, какие отличия есть вообще у вас, вот чем вы отличаетесь? Ну, абсолютно все, во-первых, мы, то есть ни в коем случае, там, не крали технологию, мы с ними не учредители, мы с ними общаемся и знаем друг друга давно. Секундочку, секундочку, перебью, а ко мне они на интервью не согласились прийти, вот так вот. Ну, их уже вопросы, да? То есть, в принципе, все друг друга знают, тем более, что все там с жидкости начинали, то есть это все понятно, и, как бы, если вы им позвоните, они могут подтвердить, что никаких технологий, то есть никаких там, ничего мы не крали, мы сделали это с нуля. То есть у нас вообще были эксперименты с сырьем за полгода, вот именно с, если брать направление крокодэ, да, вот, с вот этими, за полгода того, как бруска еще появилась. Ага, то есть вы, по сути, начали разработку даже раньше, чем они? Ну, наверное, может быть одинаково, просто они еще не выпустились, да, то есть это было параллельно, и наша технология, она абсолютно вот наша, чисто наша, потому что, я тебе могу сказать так, то есть с кем бы ты ни общался, там, с Валентином мы там общались, да, тебе все скажут, берешь глицерин, ароматизатор и сырье, и смешиваешь, вот в таких примерно пропорциях, то есть никто никаких точностей тебе не скажет, тем более они там под Индеей могут быть все, тем более кто-то, если работал на разглашение, и ты экспериментируешь сам, то есть это долгое-долгое-долгое время разработки, и вот мы пришли к этому продукту, то есть чтобы у него была достаточная дымность, вот там достаточная там накуриваемость, чтобы он длительно курился там в течение часа, ароматику держал, эксперимент с ароматикой, это очень-очень много времени и денег занимает, мы ничего не старались копировать, мы просто понимали, что с этим сырьем у нас удачно получается в процессе экспериментов, в отличие от других там чайных смесей, и мы будем с ним продолжать, с точки зрения банок, то что мы выбрали, у нас и табак был в банках, только в других, вот, те банки были неудобные, нам просто сказали, это наши клиенты, то что, слушайте, у вас там, вот ее неудобно ставить, она там не ставится на бок, там и так далее, то есть мы это все учли и просто сделали такое. Ну, по инсайдерской информации моей, что сейчас, в этом году, очень много производителей будет выпускаться в банк, в принципе, и банка, это такая история, что я спрашивал у людей, вот там, у нас есть люди в рознице, они приходят и говорят, я хочу пинкман, они даже не знают, что это мастхед, вот они слышали пинкман, мы спрашиваем, почему ты берешь пинкман, ну, типа, первый критерий, вот первый, не вкусно, удобно, банка, я в шоке был вообще, потому что люди покупают домой, потому что это, блядь, банка, а не потому что это крутой продукт, типа, удобно, вот поэтому в банках, нет претензий, вопрос конкретно по, вот отличию, саму курению вкусовому, вот что-то вот, что еще там, понятно, что у вас, вы уже, хорошо, вы сделали все по-своему, вообще не прокуривая бруска, никак не сравнивая, банк, окей, еще что-то может быть есть, вот, сырье, технология, абсолютно все другое, разное, конечно, разное, но если ты возьмешь, вот сейчас, если бы бруска была, ну, у нас его здесь нет, у нас только джем, ну, отлично, если его сравнить, то есть, цвет, это все, ну, оно абсолютно разное. Блин, знаешь, по консистенции, я вот забивал, и, блин, если, короче, его пересосовать в банку, поставить на полку, в перекресток, написать варенье, блядь, чай купит, очень похоже на варенье, прям, как будто, прикольно, да, на цукаты какие-то, да, ну, название, собственно, так и пришло. Да, прикольно, не, круто, молодцы, окей, принято. Вопрос по маркетингу, у меня часто люди спрашивают, какие-то вещи такие, я решил всем задавать эти вопросы, а какие вообще инструменты используете, следишь ли ты за своим инстаграмом, или у вас за это все отвечает вообще маркетолог, вы как не суете туда? Ну, на первоначальном этапе я за это отвечал лично, то есть, как бы, у меня вот, Денис, учредитель, его техническая часть, моя как раз это все-таки маркетинг, продажа и продукт, вот, с точки зрения его визуальных качеств. И что вы заряжали вначале, на что делали упор? Изначально мы заряжались, если с Дэвилом мы шли на то, что у нас был опыт в жиже, и мы пытались это повторить, просто сюда перенести, но потом поняли, что это не катит. Здесь немножко другая категория людей. Смотри, сейчас по-другому просто задам, табачникам нам всем тяжело продвигаться, вообще, в принципе, да? Такая сложная история, и что ты считаешь самым успешным в продвижении продукта вообще на данный момент? Продукт? Сам продукт? То есть продвигает только никакой инстаграм, блогеры, все это херня полная? Ну, в принципе, да, то есть, имеет, вот, скажем так, где-то 11 лет назад я работал в крупной одной организации, меня позвал мой директор, я тогда был руководительным направлением по продажам как раз, по торговле, и он мне тогда сказал такую вещь, что он говорит, послушай, в будущем, в скором, все придет к тому, что человек будет сам выбирать, что ему покупать. То есть из-за обилия вот этой вот массы информации, которого, вот этого шума, который идет в глаза и в мозг, ты заметь, вот сам по себе, как ты листаешь инстаграм, с какой скоростью. Там же масса постоянно, постоянно что-то мелькает, и тебе уже пофигу, по барабану. Но когда тебе чего-то хочется, ты уже начинаешь это делать сам, потому что интернет, потому что все можно найти, и там, и так далее. То есть, соответственно, задача наша была именно в джеме, потому что рекламироваться нам нельзя, чтобы человек просто один раз попробовал. Потому что уверенность в продукте у нас была, когда мы это выпустили. Это было круто. Это, кстати, тоже отдельная история. Мы наняли человека, скажем так, на разработку именно вкусов, понимая, что нашего вкуса, видимо, не хватает для того, чтобы, ну и просто времени не хватает для того, чтобы делать качественно. То есть, человек приехал из другого города, и мы слегали с ковидом, с Денисом на следующий день. Капец. Вот и все, привезли. Нет, чтобы ты понимал, потом у нас нюха не было. А, вон что. То есть, если бы он не приехал, джема бы не было. Прикольная история. То есть, тоже такие вещи, они в судьбе случаются. То есть, это прям вообще капец. Жесть. Интересно. А этот человек сейчас работает в компании? Да, до сих пор. Он приехал из другого города, остался в Самаре. Вы привезли чувака. Круто. Круто, круто. А пиши портрет вашего покупателя. Ну, целевая аудитория, условно. Кто вот, как этот человек должен быть. У него есть две ноги, две руки и голова. То есть, джем нацелен вообще на всех? Ну, абсолютно на всех, потому что, то есть, почему, сейчас объясню, то есть, вот, работа у нас по чайным смесям, она велась немножко дольше, чем по табачным. Потому что, по чаю не такой большой выбор сортов. И, в принципе, определиться было с, сырьем, было гораздо проще и быстрее. Да, что мы делаем вот на этом. И это получается, это уже там, как бы, хорошо себя ведет и показывает. Вот. А с табаками все сложнее, ну, просто там, это космос. То есть, сортов такое количество, что ты просто там, за всю жизнь можешь не перепробовать. Да. Тем более все сочетания, да. Поэтому, это огромные поиски по всему миру. То есть, мы перепробовали там, ну, очень большое количество сортов, откуда только нам не привозили. И, это еще тяжелая ситуация, со всякими, получением там, акцизов там и проще. Сейчас это вообще практически нереально. То есть, мы успели, так скажем, все это дело получить в золотое такое время, когда это было легко. Вот прям в промежуток мы попали. То есть, сейчас, чтобы запустить производство, но это, не знаю, наверное, миллион и сто на производство пока. Нормально, да, чтобы было? Чтобы все сделалось качественно, хорошо, да, это очень дорого. Тогда можно было войти с гораздо более низкими цифрами. Слушай, ну, и последний вопрос, наверное, в отделе, в разделе маркетинга. Ну, почему, собственно, нет большого обзора на канале Сургаев Ченнел на продукт джем? Ну, я же тебе привозил в прошлый раз. Но это небольшой обзор. Не успели сделать, уже месяц прошел. Это просто продукт. Но мы же большой обзор, чтобы ждать подписчиков или нет? Ну, я думаю, да, это не проблема. все отлично, договорились. Насущие вопросы, которые волнуют меня и нашу аудиторию, это почему все-таки, все-таки, давай подытожим, ваши старые продукты не зашли. Вот, сгорело, мы ответили, может быть, еще что-то есть? Ну, сырой продукт, ты сказал? Ну, конечно, то есть, самое главное, это, в принципе, и в жизни, и в бизнесе, это не торопиться, потому что, если ты торопишься, надо это, изи, чувак, успокойся, подумай лучше, да, потому что, многое можешь не учесть, и есть еще такая фишка, я думаю, что это, в принципе, у всех бизнесменов называется, там, корону надеть, то есть, когда есть успех, 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 а вообще все прокатит, а хрен там нет, не все прокатит, то есть, надо все-таки, тихонечко, долго, сосредоточенно делать, то, что будет хорошо, поэтому, мы там накосячили во всем, то есть, консистенция, там, сырье, ароматизаторы, банка, не та упаковка, не тот дизайн, там, не то название, то есть, блин, вообще во всем просто, то есть, все это потом собрали, и вот, выпустили уже нормальное, но, третий продукт, я обещаю, интригу небольшую создам, он будет вообще прям огонь, мне просто только что позвонил учредитель, сказал, что мы повторили несколько лидеров по сырье, один в один, и по ароматизаторам тоже, то есть, мы теперь знаем, из чего кто делает, делается, круто, а есть ли какие-то трудности, в целом, да, там, может с акцизом, еще с чем-то вообще в бизнесе, сейчас там момент, нереально вообще, я же говорю, то есть, смотри, чтобы акцизов получить, у нас сейчас, допустим, нам удалось получить их, когда, была сложная процедура получения, сама, да, но при этом ты их не оплачивал, сейчас надо оплачивать вперед, то есть, для того, чтобы сделать там, ну, к примеру, там 100 тысяч банок, тебе надо заморозить, слушай, я не помню, сейчас у нас на 200 тысяч, по-моему, банок акциза, и это порядка 40 миллионов, тебе надо заморозить, предоплатить в налоговую, охереть, чтобы их просто дали, вот эти бумажечки, то есть, чтобы ты понимал, то есть, это целая комната, которая должна соответствовать, там, нормам, там, и так далее, это все ради того, что у тебя лежит, вот такая коробочка, и вот она стоит там 40 миллионов, почему государство так сделает, как ты думаешь, ну, потому что у нас в государстве, я, у меня был опыт, я работал, отчасти, в губернской думе, это еще в институте, там были такие вещи, я понимаю, какие люди там работают, с какими целями они там работают, и они не всегда думают, к сожалению, о последствиях, и о том, как надо бизнесу, поэтому каждый раз, я думаю, что бизнесу столько усилий требуется, для того, чтобы показать, что, ребят, вы что творите, сделать вот такой закон, и будет круто, я вообще был удивлен, мы просто были в шоке, почему мы занялись табаком, что кто-то продавил, наконец достучался до них, что акции со 100%, это слишком до хрена, и то, что они убавили до 20%, это просто нереальный шаг, это сделало просто огромный бум, взрыв, то есть взорвалась вообще индустрия, то есть сколько людей пришло, это же тысячи людей сейчас в индустрии работают, трудоустроены, все это производится у нас, не везется, бабки сохраняются в России, и я не понимаю, почему это сразу не доходит до наших власть имущих, чтобы сделать так по всем направлениям, блин, вы же сделаете бум, снизьте чуть налоги в некоторых сферах, там, переделайте чуть акцизы, там еще чем, и все, и сразу люди пойдут, это же хорошо, то есть конкуренция, это хорошо всегда, потому что выживает сильнейший, а сильнейший, это лучший, по качеству, и так далее. Конечно, конечно, круто, классные ответы, и следующий вопрос, я видел, что вы сняли стенд на ХКШ, за 570 тысяч, и чем вы будете удивлять там людей? Я тебе фотку могу показать, но в камеру мы ее не будем делать. Ну, а в целом расскажи, что ждать, люди. А я фотку посмотрю, стенд будет крутой, будет стоять классная машина, как шоу-стоппер, то, чтобы, в принципе, это было у Берна, да, у кого только это не было, да, там все что-то выставляют, вот, машина будет реально классная, стенд будет классный, будет, в принципе, представлена там наша продукция, это, и в принципе, по вейпингу, тоже, потому что сейчас он очень, там, как бы, хорошо растет. Мы его, ну, отчасти покажем, не как основной, потому что все это хука. Просто тенденция такая, что все наши клиенты, как правило, становятся клиентами, ну, и там, и там потихонечку, да, то есть, все дело развивается. И, в принципе, все, наверное, ну, там будет просто он очень красивый. Я не могу передать или фотку покажу. Круто. Слушай, ну, раз ты сказал про вейпинг, интересно, с чем вот ты связываешь такой рост вообще вот этих жиш, одноразок, сосалок, что произошло? Ну, три года назад мы были на выставке предыдущей, это в 18-м году, на, по вейпингу, она очень сильно сокращалась. То есть, она с годами, там, от начала сократилась, наверное, раз в пять, по числу экспонентов, там, и так далее. Но там было, было выступление из индустрии чуваков, да, и еще тогда они сказали, что, в принципе, тенденция ведет к тому, что, во-первых, это магазины перейдут с кальянных, с вейп-шопов и так далее в универсальные, то есть, товары для курения, то есть, это будет все. во-вторых, тенденция сокращения потребления сигарет такова, что, в принципе, Филипп Моррис сам своей персоной год назад или пару лет уже назад выступал с тем, что он дал сигаретам, по-моему, 10 лет максимум, и их вообще не было. То есть, люди перестанут курить сигареты. То есть, останутся средства нагревания табака, потому что они наименее вредны, электронные сигареты, и заменители. По сути, кальян, то есть, табак, он же тоже там, на 20% табак. То есть, все, что ты сейчас куришь, на самом деле, это же тоже глицерин с ароматизатором, по сути, и выделенный никотин из самого листа, ну, как бы привкус. Ну да. Вот и все. Поэтому люди бросают курить, то есть, они переходят к более безопасным вещам. То есть, в свое время я тоже курил сигареты, уже давно не курю, и я могу сказать, что я чувствую себя намного лучше, употребляя вот, как бы, там, электронные продукты, либо, там, кальянный табак. Вот и все. Интересная, интересная теория. Просто такой большой бум, знаешь, что я, как бы, вообще в шоке от того, что произошло. Никому не было надо, сейчас жижи, туда-сюда, поэтому, интересно, было слышно, что у тебя ответ на это. Ну, новые эры, это логично вообще. Да, круто, круто. Ну, и актуальный блок, такой глобальный вопрос, и я его всем задаю. Что же ждет кальянную индустрию дальше? Вообще, сложно ответить на этот вопрос. И, поскольку, опыт в бизнесе, как таковом, большой, могу сразу сказать, что это не единственный наш проект. То есть, как бы, не клади яблоки в одну корзину. Потому что, ты никогда не можешь предвидеть, что дальше будет происходить. По поводу кальянной индустрии, она, в принципе, я думаю, что для России в росте своем завершена. Ну, мне так кажется. То есть, скорее всего, расти она дальше не будет. Потому что, у нас и так, если мы возьмем по миру, я думаю, что мы одни из самых таких серьезных потребителей именно кальянного табака. Поэтому, ну, куда дальше-то расти. Думаю так. То есть, сейчас будет просто уже борьба производителей между собой и будут просто оставаться, выживать сильнейшие, лучшие для потребителей. Но она никуда не исчезнет, люди не перестанут курить кальяны. А я не могу это сказать. Время покажет. Время покажет, да. То есть, пока мы в этом работаем, пока все хорошо и не собираемся это дело бросать. Блиц, ты можешь отвечать коротко или нет. Назови три, не считая джема, топовых бренда кальянного табака в России сейчас. В России? Да. На твоем мнении. Ну, я думаю, что лидер это must have. Он поменялся после ДСК. Я думаю, что ДСК съедет. В принципе, когда люди говорят о цифрах, да господи, залезь в русс-профайл и посмотри. И будет все понятно, да, там объемы же официальные показывают, в том числе и про DAF вот эти вопросы все. Вот. Когда ты заходишь, смотришь DAF, потом смешно становится. Вот. По официальным цифрам. Я же не знаю, что они там, может быть, скрывают. Вот. Третий назвать пока сложно. Могу сказать, что нас называют топ-3 по России сейчас по чайной. Ну да, да. Принято. Любимая видеоигра у тебя есть какая-нибудь? Да. Uncharted. Uncharted? Какая часть? Все? Вообще? Короче, то есть ковидные ограничения прошлого года заставили меня купить Сонику. Ага, Соника топчик, хотя тут заебись. Понял. Окей, любимые фильмы или сериалы? Посоветуй аудитории нашей. что-то тебе. Фильмы, да, фигло. Первое, что пришло на ум, миссии не выполнены все. Если не помню, все. А сериалы? Сериалы? Сейчас вот смотрю Папика, например. Что, прикольно? Что там вообще о чем? Прикольно, вообще команда Зеленского, кстати, да? А, назови поступок, за который тебе стыдно в жизни. Да их много было. Ну, назови какой-нибудь. Может, лучше веселый. Веселый? Блин, если бы ты меня хотя бы подготовиться удал, я бы, наверное, вспомнил. мы не давим вопрос заранее. Веселый, веселый. А, веселый и стрёмный, короче, когда мне стыдно было вообще просто пипец. Это из детства, короче, детская травма. Нам учительница сдала, короче, задание. составить словосочетание со словом безболезненный. И я, как дурак, ничего не мог придумать и вообще не понимал, что такое безболезненный. И все встают и отвечают по очереди. Я такой встаю, говорю, безболезненная женщина. Я не знаю, почему я так написал. Все говорят, укол, а у меня женщина. И все поржали, и как-то мне было стыдно. Все, не знаю. А чем гордишься в жизни? Горжусь, да, ну, наверное, в принципе, тем, что я занимаюсь своим делом. И ты сейчас ли? Да. Это тяжело, но классно. Это было крутое интервью. Спасибо. Пожелай что-нибудь нашей аудитории на камеру. Что ты? Пожелай всем, кто смотрит. Пожелаю тем, кто смотрит, если вы занимаетесь бизнесом, никогда не сдаваться. То есть, я уже говорил, разные случаи случаются. Это только 5% из того, что я рассказал. всегда идти вперед, делать лучше, улучшать себя и не сдаваться. Ну что, друзья, это был Сургаев Ченнел, производитель Табака Джем. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, курите правильно кальяна. До новых встреч. Ребята, совсем забыл о розыгрыше и моей сумасшедшей идее постоянно ко мне приходит в голову. Итак, чтобы получить все, что осталось, и вы видите здесь, да, вам нужно написать стишок со словом джем и самому веселому, напоминаем, веселому и креативному мы отправим все, что здесь осталось, а это много продукта джем. Дерзайте, ребята.